На ответную игру полуфинала Высшей Лиги России по мини-футболу в универсальный спорткомплекс Подмосковья приехала команда из Нижнего Новгорода «Оркхиб». Первая ее встреча с Щелковской «Газпромбурение» прошла в начале августа и завершилась с равным счетом 1-1. В минувшее воскресенье игроки команд на паркете «Манежа» окончательно решали, кто из них выйдет в финал. «Газпромбурение» с первых минут пытался забрать инициативу, однако раз за разом оборона «Оркхима» справлялась с давлением. Несколько раз Нижегородцев выручал их голкипер Давид Савлохов. На девятой минуте один из контрвыпадов гостей принес им гол. В точный выстрел удался Сергею Денисову. Во втором тайме на шестой минуте Даниил Самусенко утвоил преимущество своей команды, но практически сразу же Евгений Балдин из «Газпромбурения» сократил разрыв до минимума. Забив мяч в полете головой. На семнадцатой минуте игрок «Оркхима» допустил нарушение, и щелковцы получили реальный шанс сравнять счет. Болельщики затаили дыхание. Команду «Оркхима» фактически спас вратарь Андрей Баранин. После пушечного отбитого мяча его даже пришлось заменить на запасного. Игроки «Газпромбурения» оставшиеся минуты матча, чтобы сравнять счет, устроили настоящий штурм ворот противника и даже выводили далеко в поле своего вратаря, чтобы усилить давление. Но, увы, это не принесло результата и даже обернулось неприятностью. Гол издалека просто закатился в их пустые ворота. Итог встречи. 3-1 в пользу нижегородцев. «Оркхим» завоевал путевку в финал Высшей Лиги России по мини-футболу. Ну а Щелковский «Газпромбурения» в двух встречах 15 и 18 августа с дублерами команды «Газпром Югра» будет бороться за бронзу. Андрей Циходович, Александр Рожевский, Щелковское телевидение.